Армении мы помним всех защитников Отечества так уж сложилось, что в начале года у нас есть несколько дней, посвященных воинам. Это и праздник Сурб-Саркиса, день рождения Горегина Нжде 1 января, 28 января в Армении и 23 февраля в России. Глава культурной и общественной организации немцев Тевтония, подполковник Виктор Генрихович Вухлер организовал 6 марта мероприятие, напомнив членам общины, а также другим ереванцам Дни почитания защитников Отечества. Встреча началась с демонстрации фрагментов документальных роликов на военные темы. Присутствующие узнали, вспомнили о проблеме, возникшей в начале 2000-х годов в Армении, когда надо было утилизировать компонент ракетного топлива «Меланж», хранящийся на военной базе. Здесь оказал помощь ереванский офис ОБСЕ, после переработки нашими специалистами материала в 2006-2007 годах полученное азотное удобрение бесплатно досталось фермерам. Отрывок из фильма про Анжде выявил кредо воина и философа, уверенного, что у солдата есть одна святая обязанность — сражаться и победить врага. Иного, тем более с такими соседями, не дано. В другом ролике заместитель председателя комитета КТРФ Константин Затулин рассказывает Анжде, поясняет всю беспочвенность обвинений полководцев в фашизме, а вот Расулзаде, кому в Азербайджане ныне ставят памятники, к концу Великой Отечественной войны был среди тех, кто собирался защитить Берлин. В еще одной документальной ленте перед зрителем предстала фотогалерея героев Карабахского движения — Леонид Асгалдян, Мавсес Горгисин, Татул Копиян, Симона Чеггизян, Командос, Ашот Бикор, Монте, Давид Сарапян, Шаэн Мегрян и многие другие творцы победы в Первой Карабахской войне, результаты которой наполовину зачеркнуты нынешним режимом, оценку которому поставят прежде всего современники. Изобретательный Ф. Вухлер включил в видеоряд несколько кадров, снятых на одной из наших позиций 28 сентября 2020 года. Собравшиеся притихли, увидев настоящую, не киношную войну, где вместо холостых свистят боевые патроны и снаряды, несущие смерть всему живому. Под занавес на экране прозвучала песня в исполнении трех мужчин. Они стояли спиной друг к другу, офицер, священник и солдат. Они пели о том, что армию надо крепить духом, оружием и верой. Как это делали веками защитники Отечества. После завершения информационного блока встречи собравшиеся, среди которых были люди и с мирным, и с военным прошлым, обменялись мнениями о том, что происходит сегодня в мире и в нашем регионе, в частности. С особой гордостью и болью вспомнили погибших юных героев 44-дневной войны, которые, по словам одного из собеседников, не только дети своих родителей, но и дети всех армян всего Отечества, за которые они отдали жизнь. Многие из этих ребят обрели вечный покой на Яроблуде. Собравшиеся, расставаясь, договорились почтить в один из майских дней память героев, возложив цветы на Яроблуде.